здравствуйте дорогие друзья здравствуйте подписчики и подписчицы и просто те кто зашел на страничку моего канала перед вами садовое кольцо и с левой стороны вы видите позади крымский мост то есть за крымским мостом находится станция метро парк культуры с другой стороны дороги вы видите центральный дом художника практически то что проходит вдоль в москва реки и вокруг этого здания вы можете посмотреть на моем канале в конце сюжета я приложу ссылки также прогулочку по садовому кольцу вы сможете также посмотреть в конце моего сюжета ну а с правой стороны вот там буквально в конце где вот горочка поднимается вверх и машину ходит направо там станция метро октябрьская поэтому мы находимся у центральной части парка культуры и отдыха вот так вот выглядит центральная часть входа сегодня мы погуляем здесь наверное получится так что в парке будет играть и звучать музыка соответственно придется во избежание нарушения авторских прав накладывать свою какую-то музыку но по возможности если смогу то прокомментирую и так вот так вот выглядит панорама очка ну а мы с вами движемся вперед и и Продолжение следует... Продолжение следует... Скорее всего, у нас будет каток, и мы на него немножечко посмотрим. Пока да нет музыкального сопровождения, немножечко покомментирую, ну а дальше придется что-то придумывать. Ну давайте тогда сделаем вот так, пройдусь по аллейке, немножечко прокомментирую. Продолжение следует... Смотрите, всю ночь шел снег, весь день сегодня. И вот так вот выглядит парк. Прошла снегоуборочная техника, но не так интенсивно, как хотелось бы убрали. Но тем не менее, вот подтверждение того, что если мы смотрим на ролики, которые исходят из центра города, где мы практически снега не видим. И вот вы видели в начале сюжета, мы прям отошли недалеко от Садового кольца. И вот вы видите, какая здесь зима. Как я уже говорил, что есть сугробы. Так вот выглядит здесь туалет, он работает. Если вдруг кому-то надо, то это здесь. Ну и вот аллейки. В зимнее время они выглядят вот так. Немножечко скучновато. Но тем не менее, погулять здесь можно и нужно даже подышать воздухом, свежестью зимним. Наслаждаться снежком. Такая здесь беседка. Конечно, кумбы и газоны, они в снегу. В отдельных частях снег уже чуть ли не почти под колено. Так вот выглядит еще раз эта арка. Ну и здесь вот расположена широкая дорога, на которую вывозят снег. Потом будет все убрано. И отсюда вот такой вот вид. Еще раз повторюсь, что сюжет от Крымского моста в летнее время есть. Он будет доступен в конце этого сюжета. Вот в ту сторону, прямо до Храма Христа Спасителя. Я его обязательно приложу. Значит, здесь же находится вот поисково-спасательная станция Крымский мост. Они следят за тем, чтобы с моста не происходили неприятные вещи. Вот так вот можно здесь погулять сегодня. Ну, соответствующая техника внизу стоит. Работает в боевом режиме. Поэтому службы, как я еще говорил, чуть раньше не дремят. Работают, не спят. Ну, а с другой стороны Москва-реки виднеется Фрунзенская набережная. Она красивая. Идет она фактически примерно от третьего транспортного кольца, который расположен с левой стороны. И идет аж вплоть мимо Кремля до Каширского, до проспекта Андропова. Вот вы видите между домов вывеска по поводу чемпионата мира по футболу, который будет происходить в 2018 году. И, как я уже говорил, в каких-то своих отдельных репортажах, что идут уже приготовления на эту тему. И город начинает потихонечку готовить заранее. Ну, а мы с вами движемся дальше. Несколько слов хочется сказать про здание, которое расположено в этом месте. Вот так вот она шикарно подсвечена. Это фундаментальное здание Министерства обороны. Вот так вот она мощно смотрится. Очень красивое. Особенно, когда вы перемещаетесь по Москварике на прогулочном кораблике. Вот здесь вот доступны сцены, ступеньки для разных мероприятий. С той стороны пристань. Вот так вот выглядит сегодня Москварика. Такая вот она промерзшая. Ну и стоит один из прогулочных катеров. Ходят они по Москварике. Лед разломан. Ну, а мы с вами давайте пройдем чуть дальше. Раньше здесь было огромное количество разных аттракционов. Все это убрали, потому что деятельность была непонятная. Ну, вот здесь вот с правой стороны круизы по Москварике. Здесь вот вы можете приобрести билеты, если вдруг здесь окажетесь летом. И покататься вокруг Москвы на речном транспорте. Зона кафе. А вот здесь вот стоит пройтись отдельно на тему зимних подсветок. Снежка. Слышите, как хрустит снег. Мы с вами идем. Ну, а дальше идем на каток. Придется включить музыкальное сопровождение. Там играет музыка. Идем на каток. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Как мастик он сделан Поснимать Пофтографировать И конечно же Многочисленные аллеи Дают вам возможность Насладиться Всей той красотой Что окружает этот парк Влетнее время Он конечно же совсем другой Ну а Длина его Значит Она выстраивается Следующим образом То есть со смотровой Академии наук на моей страничке есть папочка видосмотровых, начинается нескучный сад, прогулка по нескучному саду тоже есть. Я постараюсь приложить в конце ролика ссылочку на него и пройти, вы можете по ссылке погулять как раз со стороны нескучного сада. Вот в принципе до этого моста. Ну дальше туда мы не пойдем, там оно так, аллейки идут, 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 и вдоль нескучного сада они продолжаются. И в ту сторону, как я уже говорил, вплоть до Александровского сада у Кремля, у меня есть сюжет. Также вокруг Александровского сада и самого Кремля есть тоже обзорное видео. Все это вы можете найти на канале. Ну и еще раз, здание Министерства обороны, красотища. И мы идем дальше с вами. Параллельно как раз катка вдоль набережной. Летом огромное количество людей приезжает сюда покататься на всевозможных видах транспорта. Это велосипеды, здесь есть прокат велосипедов, самокаты, ролики, моноколеса, электросамокаты. Потому что площадь, как вы видите, во-первых, все широкое, во-вторых, все это ровненькое, гладенькое. И идет аж туда, вплоть до Воровьевых гор и дальше. То есть здесь вы получите массу удовольствий. В плане того, что и погуляйте, и воздухом подышите, и насладитесь массой видов, впечатлений, общения. Молодежи здесь очень много в летнее время. Поэтому, если вы активный человек, просто если вы приехали с семьей погулять, то вот здесь как раз можно это дело очень хорошо, можно хорошо время провести, погулять и всеми видами понаслаждаться. Поэтому приглашаю. Впереди у нас много разных событий в Москве будет. К этим событиям будут готовиться. И, конечно же, здесь будет все в виде торжественного оформления, озеленения, газончиков, подсветки, всяких видов разных, инсталляций, а также разных мероприятий, которые очень часто здесь проводят. В плане кафе, как вы уже поняли и заметили, здесь проблем нет абсолютно никаких. Еще раз, панорама. Поэтому перекусить здесь можно, посидеть здесь можно. Будут дополнительные, вот тут вот, в виде таких лавочек, скамейки будут установлены. То есть, все это будет дополнено. Вот такую мы с вами сделали небольшую прогулочку по этому месту. Значит, сюжеты я обязательно приложу. Вот по этим ссылочкам вы можете на них перейти. Ну, а я со своей стороны желаю вам всем богатырского здоровья, внимания, понимания, хороших новостей. И пусть у вас все будет хорошо. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, оставляйте лайки. Мы будем вместе с вами смотреть за тем, как развивается и меняется город. Ну, а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok